Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как учил нас Маяковский, да? За стишки его спасибо, конечно. По мере возможности тут каждый взаимоменяемый. Родился и вырос Еремов в Шахтерске. Во время летних боев его дом был полностью разрушен. Семью приютили родственники. Ради мирного будущего родных он здесь, на линии фронта. И вот эти люди, которые сидят, думают на диване отлежаться, просто в такие ситуации. Я вам честно скажу, ребята, рано или поздно война и к вам придет. Рано или поздно все равно встанете, поднимите свои попы с дивана, придете. А когда ваш дом разрушат, тогда я посмотрю вообще, что вы будете делать. А делать будет нечего. На плов. Приглашаю всех на плов. Папе привет. Папуля, если ты видишь, конечно, не обижайся. Каждый тут делает все, что может. То есть как умеет, так и готовит. Ну так, суховат немножко. Нет, конечно, вкусно, но суховат. Да, парится. Да, ладно, парится. Водички побольше поделите. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Без женщины никак. Отведав плова с ребятами из батальона «Сомали» в дружелюбной обстановке, нам удалось поговорить и с другими бойцами. Танцор. Зовут Паша. А чего именно танцор? Ну, с Ямполя так назвались. Старики. Делали блокпост, получается. И у нас там весело было, настроение хорошее было. Как раз и мины ложились, и музыка еще играла у нас. Сибиряки были с нами. И мы танцевали на мешках, грубо говоря, утрамбовали. Их и после того так и назвали. Танцор. Работал на железной дороге и еще вдобавок занимался интернетом. Свою фирму маленькая. Есть семья, двое детей. Сыну пять лет, дочке девять месяцев. Ну, жена волнуется, домой зовет. Ну, у меня так как два дедушки воевала, наверное, осталось еще от них что-то. И проходится воевать. А вы откуда сами приехали? С Словойска. Много ли в подразделении ребят, которые приехали в другую району? Ну, основная масса с Донецка. Шахтерск, Марьенко, Снежное. Все отсюда радужко. Во время нашей беседы отчетливо слышны звуки взрывов. Из-за близкого соседства с аэропортом поселок Веселый и прилегающие территории давно стали опасной зоной, которые регулярно подвергаются обстрелам из Авдеевки и Песок, где расположен укрепрайон украинской армии. Главная беда в том, что от обстрелов страдает мирное население. Все люди живут, бабушки, которые некуда ехать, которые остались оттуда. Есть инвалиды бабушки, которые с дочкой с ними сидит. Им некуда выезжать, им нет возможности уехать, невозможно перевезти даже, потому что она должна лежать. Хотел стать олимпийским чемпионом, но получил травму после этого, когда выбрался в запасной аэропорт, хотел стать юристом. Стоял, не поверите, стоял на терминале, получается, с сумкой уже в начале мая. И хотел поехать уже по специальности работать в другую страну. Было предложение, но может эмоции у меня выше, может, ну не могу. Это мне тяжело, не знаю, разговаривать или с девушками знакомиться. Это донецкий парень Ленат. Ему 22 года. Он успел отмениться в боях в Иловайске и в Донецком аэропорту. Романтик и патриот родной земли. Что заставляет оставаться здесь? Что для тебя в Донецке? Ребят, может это банальные фразы, я не знаю. Это исторически так сложилось. Это особый край, так получилось. Это непонятное тем людям, которые здесь. Они говорят, что это край бандитов. Да, я даже с этим согласен. Здесь жили скифы, сарматы, многие люди после того, как были неугодны советской власти. Поверьте, здесь такие люди есть, ребят. Я не спорю, что есть там, может, и на западе Украины, там их не какие-нибудь бойкие хуцу. Ну, ребят, ну так получилось. Здесь, извините, живут особые люди, крепкие характером. Донбасс и так раньше все уважали, а теперь видно его истинное лицо. Поэтому не нужно этого делать. Я был обычный мирный человек. А сейчас вот, ну сейчас я говорю, ребята, буду воевать до последнего. Не за горами зима. На данный момент бойцы одеты по сезону. Но еще недавно при защите Иловайска у ребят были проблемы с амуницией. Приходилось донашивать форму, брошенную при отступлении украинскими вояками. Сейчас, как сказал нам казах, когда приходят ребята, их в основном есть во что одеть. Вот такие вот ботинки прислал мой любимый писатель Захар Пролепин. Я после ранения 12-го числа, у меня пулевое было плечо, получается, приехал домой, весь в печали. И узнал, что он в Фейсбуке отвечает на сообщения. Написал ему, он воевал этот человек, в ОМОНе служил, в Чечне, в Дагестане. Я ему написал, как печально, как там все, ну все свои мысли написал ему. И написал, что вот как бы зимние ботиночки были бы кстати. И я сам не ожидал, вот через Семена Пегова, через Лайф Ньюса, журналиста, этот человек, ну еще раз я к нему уважением проникся. Я говорю, его книги в меня, может даже, его мировоззрение может даже как-то меня, вот. И благодаря этому я и воевать пошел, где-то повлияло на меня. Действительно, серьезные мужские мысли, без всякого пафоса. Довольно, не знаю, довольно такой человек, он глубокий. Ну и вот я ему написал, он мне прислал лично, говорит, извини, что не могли встретиться. Ну, прислал, прислал мне ботинки, мне это очень приятно, понимаете. Когда люди, люди не небожители, люди действительно переживают за Новороссию. И это очень, мне лично очень радует, что есть действительно живые люди. Это не, это не как у них эти звезды на Майдане стояли, понимаете, которые мы с вами ребята, мы себя сожжем, и что там было? Там много чего там было. А это люди действительно с нами одной кровью. Мне приятно, когда такое, понимаете. Ко мне обычному бойцу такое внимание. Я ему хочу, вот Захару хочу передать привет. Я не пойму вас, ребята, я не пойму вас, ребята, с Киева. У меня такое впечатление, что нужно, чтобы каждый, кто пишет эти все эти паршивые комментарии и прыщит своей желчью в интернете, у каждого у вас должен родственник погибнуть на этой войне, чтобы вы что-то осознали. Потому что по-другому я это понять не могу. И еще меня вот это оскорбляет, как вы это знаете, вот это быдло Донецк и так далее и тому подобное. Это в быдло Донецке все ходят и кричат там Путин ла-ла-ла. Это у нас есть матерные кричалки в нашей стране. Почему так сегодня? Да, наши бойцы могут вам матерные там поздравления, что вы можете через журналистов передавать. Но не более того, пожалуйста, пока не поздно. Пока еще вот люди, которые, как говорится, гневные письма там выкладывают. Ребята, давайте как-нибудь разойдемся. Если не миром, то хотя бы на вот этом моменте. Потому что ничего, поверьте мне, ничего хуже, чем хоронить друзей и близких мне. 9 ноября около 4 часов вечера на взлетной полосе Донецкого аэропорта был открыт огонь моторизованным десантно-штурмовым батальоном номер 29 украинской армии, в результате чего ранен боец позывным «Казах». С многочисленными осколочными ранениями был доставлен в госпиталь. Жив идет на поправку. Подробности в одном из следующих выпусков. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал «Новороссия», Донецк. Продолжение следует... Продолжение следует...